Самое занимательное в экономике то, что влияет на наши с вами кошельки. Продолжаем наблюдать за происходящим на рынке труда в крае. Цифры меняются. За неделю и безработных, и вакансий стало больше. Однако число свободных рабочих мест растет быстрее. С 23 по 30 июня в базе Комитета по труду и занятости населения краях стало больше на 740 единиц. Число официально зарегистрированных безработных увеличилось на 658 человек. На фоне других регионов Дальнего Востока Хабаровский край выглядит вполне устойчиво. К примеру, в Приморье официальных безработных около 30 тысяч человек. Напомню, что получить статус безработного сейчас можно онлайн. А также напомню, что пособия по безработице бывшее ИП, официально закрывшиеся после 1 марта этого года, могут получать до 1 октября этого года. Сумма 12 130 рублей плюс региональный коэффициент районный. Из любопытства я сравнила эту сумму с патентом, который законопослушный предприниматель мог купить на этот год, не зная, что он таким будет, например, в Комсомольске-на-Амуре. По данным сайта Федеральной налоговой службы, патент для ИП без наемных работников на ремонт обуви 6 тысяч рублей стоил, парикмахерские и косметические услуги 8 тысяч 100 рублей. Столько же стоит патент на пошив одежды. Самый дорогой годовой на услуги такси 11 тысяч 250 рублей. Компенсировать расходы на проезд до дач и огородов в Хабаровском крае теперь будут не по 1, а по 31 октября, то есть на целый месяц дольше. Изменилось также общее количество поездок. Компенсация на оплату проезда назначается в размере 100% расходов, но не более чем за 82 поездки, совершенные с 1 мая по 31 октября. Таково постановление регионального правительства. Напомню, что перечень жителей Хабаровского края, имеющих право на компенсацию, установлен отдельным постановлением правительства края от 30 марта 2016 года. Экономика всюду, следим и участвуем.